Девушки отдыхают Я спасался от голода как мог. Тебе когда-нибудь приходилось умирать голодной смертью? В темную эпоху это не было редкостью. Призраки возрождали нас, но голод-то оставался. Это меня жутко бесило. Однажды я набрел на деревушку, в которой можно было отсидеться. Горстка хибарок, да и только. Но люди там жили хорошие. Они дали мне работу, а свет мне удалось сохранить в тайне. Хотя порой я совершал для них мелкие чудеса. А потом туда заявились железные лорды. Девушки отдыхают Да, я тоже ничего не чувствовал. На этом все. Конец записи. Привет, сорвиг голова. Это снова скиталец. И я расскажу тебе, как правильно скитаться. Часть третья. Никогда не доверяй своему призраку. Он всего лишь инструмент. Твоя связь со светом. Но он тебе нисколько не друг. Думаешь, призрак спасает твою шкуру, когда воскрешает тебя? Он спасает свою. Мне наплевать на учение стражей. Мне наплевать на то, что говорит тебе твой летающий дружок. Откуда нам знать, кто вообще такие эти призраки? Они дружелюбны, так? Но в темную эпоху я встречал призраков, готовых прикончить тебя за синюю энграмму. А потом плюнуть на твою могилу. Все ради того, чтобы взрастить свой свет. Усилить связь со странником. Что бы это ни значило. Если ты думаешь, что таких призраков больше нет, то ты тупица. Вот мой призрак, например. От него у меня мурашки по коже. Запись окончена, призрак. И не смотри на меня так. Ты знаешь, что я о тебе думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Я думал, они помогут мне разобраться в битвах света против света, которые разыгрались во время темной эпохи. Но чем больше времени я с ними проводил, тем яснее понимал, что они слепы, как и все последователи странника. Пшило на мыло. Я порвал с ними. А тот титул, что я выдаю... Дреджен. Я сделал это назло им. Чтобы вывести тени на солнечный свет. Это сработало как по волшебству. Я люблю вас, стражи. Вы такие честные. Такие услужливые. Это тебя злит? Хорошо. Гнев тебе поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раз уж ты со скитальцем, то тебе надо знать о Шине Мальфури. Человек с золотой пушкой все еще жив. Он герой. Легенда. Само собой он охотится на моего призрака. И он далеко не первый. Но теперь у каждого второго в кабуре злоумышленник. Так что если Мальфур сюда сунется, ему не сдобровать. Он ревностно следует свету и убивает каждого, кто связался с тьмой. И все из-за одного взбунтовавшегося стража. Но бояться надо не его золотой пушки, приятель. Бояться надо человека, который создает свои правила, а потом уничтожает любого, кто с ним не согласен. Это не по мне. И мириться с этим я не собираюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не позволяем убеждать себя в обратном. А этот их девиз. Защищай город. Ха! Человечеству конец. Его уже не спасти. Даже если бы ты мог накрыть весь город защитой рассвета, люди начали бы вымирать сами по себе. Каждый, кого ты спасаешь. Не больше, чем воспоминания. С меня хватит. Когда-нибудь ты это поймешь. Вот увидишь. Субтитры сделал DimaTorzok Я думал, что город сделал из вас слабаков. Но тут появилась Варлок Онор. Тот еще крепкий орешек. И она точно хочет меня убить. Она сорвала мою сделку с тенями Йора в центре города. Мои... Эх... Приятели взяли заложника, а Онор разнесла целый квартал, чтобы его спасти. Живыми оттуда ушли не все. Типичная лицемерия Авангарда. Она словно с цепи сорвалась. Я бы сначала поговорил с тенями. И никто бы не пострадал. Зато Авангард небось доволен. В охотничьих притонах поговаривают, что Онор собирает группу стражей, чтобы разобраться со мной и тенями. Цирк, да и только. Один из них страж. Герой Красной войны, прям как ты. Один из дружков Кейда. Тоже как ты. Завсегда ты Гамбита. Но шпион. Всегда им был. Мне все равно. Пока он приносит частицы, мы квиты. Ну а ты смотри в оба партнер. Твои друзья могут быть не теми, за кого себя выдают. Эй, ты добрался до заключительной части моего небольшого семинара. Мне даже сказать больше нечего. Я и так уже тебе все уши прожижал. Пожалуй, скажу тебе вот что. Хочу, чтобы ты знал. Ты самое близкое подобие рабочей лошадки, которая встречалась мне за последнюю тысячу лет. Могу представить, какая мина у тебя сейчас на лице. Будто бы ты крови презренных хлебнул. Рабочая лошадка – это такое выражение, братишка. На сленге «темной эпохи» это означает «у нас все путем». Так же сейчас говорит молодежь? Сейчас я скажу то, чего не говорил никому. Потому что все либо мертвы, либо пытаются меня убить. Не обольщайся разговорами о надежде. Это тебя убьет. Живи сегодняшним днем. Обменяй свой десантный корабль на мощный транспортник и отправляйся в путешествие по вселенной, пока есть возможность. Я желаю тебе только добра, братишка. В этой системе ты его не найдешь. Кстати, коллапс был не последней катастрофой, которую пережило человечество. Старина-скиталец видел, что нас ждет. Все, что я делаю в мире девяти – это подготовка. Я приберег несколько местечек. Одно из них для тебя. Решение за тобой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...